Астронир по ряду параметров может стать для вас идеальной игрой, потому что здесь и космос, и песочница, конструирование и немножечко выживание. Коротко для понимания, Астронир это кое-где упрощенная, видоизмененная маленькая версия No Man's Sky. Идеальный таймкиллер, буквально на несколько десятков часов, которые я конечно же настоятельно рекомендую пробежать бок о бок с друзьями. Надеюсь у вас таковые имеются. А если они заирепенятся, скажут, что это за детская с первого взгляда фигня, вы им объясните. Все начинается с того, что наш персонаж приземляется на какую-то планету, точнее одну из планет, которую при помощи нашего же пылесоса можно видоизменять как угодно, копать огромные ямы, шахты, находить нерукотворные пещеры и расширять их, или наоборот заваливать как ему будет угодно, обратно все песком или породой. Для чего спросите? Разумеется, все ради науки, ради исследований. Вместо сюжета Астронира нас сходу пичкают наборами заданий. Сначала легкие, добыть первоначальные простые ресурсы, установить маленький принтер, что-нибудь еще. Потом сложнее, построить ряд средних, затем пачку конструкций большего размера, для которых понадобятся уже другие, более трудоемкие в плане добычи ресурсы, видов которых реально много, прям хватает с горкой, причем не все из них присутствуют на каждой планете. Впоследствии придется летать взад-назад, чтобы добывать новые, недостающие. В итоге, развиваясь, исследуя новое, игра нас вознаграждают бонусами. Персонажу жить и взаимодействовать с окружающим миром становится проще, в общем, вполне понятная много где встречающаяся схема, с этим все ясно. А вот из неожиданного очень хочется выделить аудио-визуальную составляющую. В плане аудио хороша не только музыка, а скорее даже эмбиент, который органично вплетается в происходящее на экране, но еще по-особому выделяются звуковые эффекты многих действий, сопровождающиеся теми или иными анимациями или взаимодействиями. Как-то они так сделаны, что их тупо приятно исполнять. Перетыкать ресурсы с места на место, устанавливать новое оборудование, запускать реакции, нажимать всякие кнопочки. Каким-то образом все это как будто откликаться физически на тебе вне игры, в реале. Повторюсь исключительно положительно, вызывая позитивный отклик. Не знаю, что это за эффект такой, но допустим, давайте назовем это, знаете, раньше была тема с аудио-наркотиками. Так вот, пускай это будут аудио-визуальные стимуляторы какие-нибудь. Надеюсь, меня ни одного так глючит. Напишите, были ли у вас схожие ощущения от игры. Может, все дело в необычном устройстве ресурса обращения в Астронир? Кстати, да, тут все изделия и добываемые ископаемые как бы непрерывно существуют в пространстве и цепочках реакций. Они никуда не исчезают, не деваются, и это еще одна из необычных особенностей игры. К примеру, любой ресурс, допустим, вот эта желтая смола, когда добывается, тут же крепится к нашему рюкзаку в один из специальных отведенных для этого разъемов, а не копится в диких количествах незримо, где-то внутри сундуков или в карманах, отмечаясь в интерфейсе лишь плоской иконкой с цифркой, отвечающей за привычное обозначение количества чего-либо. Такая особенность создает другой эффект восприятия. Сразу вспоминаются времена, когда нас учили считать от 1 до 10 в дошкольном возрасте, допустим, перебирая в руках палочки или какие-нибудь жетончики. Однако здесь, как ни странно, такая схема скорее придает взрослости и большую долю наглядности. Не путать с понятностью. Скорее всего, первый свой час игры в Астронир вы рискуете провести в полном или частичном недопонимании, как тут все устроено и что вообще игра хочет от вас добиться. Чтобы разобраться быстрее, попробуйте посмотреть на некоторые вещи как будто с другого ракурса. Достаточно скоро, так как это одно из первых заданий, мы активируем некоторую конструкцию, поначалу непонятную, но впоследствии мотивирующую искать и исследовать больше мест, больше пространств, спускаться глубже и глубже в опасные пещеры, чтобы раскрыть тайны ядра. Тайны ядра, загадки солнечной системы, в которой находится игрок и постепенное исследование планет – основная движущая сила. Так устроен наш мозг, он поощряет нас за новые открытия, знания, а здесь все это в игровых рамках настроено неплохо. Про элемент выживания тоже отдельно нужно пояснить, он здесь вроде и есть, но как бы особой погоды не делает. Есть или пить каждые 5 минут не нужно, греться, лечиться медикаментами даже близко нет, заканчивается лишь кислород, когда вы отходите от станции или от транспорта, а рядом нет сети опор, с которых как будто через провод с кафандра поступает живительная смесь газа, ну и можно допустим откинуть коньки, упав с большой высоты или нарвавшись на враждебную фауну. Тут чтобы помереть нужно еще постараться, но и такое бывает. Тогда просто возрождаемся на текущей базе, можно сбегать назад, забрать пожитки с рюкзака, лежащего на месте, где померли. Ну или еще иногда можно застрять на другой планете, если вы не подготовились и ошиблись маршрутом. Это опять же отбросит вас по времени, если только друзья не прилетят и не выручат вас. В общем игра не про штрафы, в основном она опять же про исследование, в большей мере приятную, не сильно затянутую рутину, допустим в виде накопления некоторых ресурсов впрок или продвижения подрыва технологий, а также взаимодействие с друзьями или планирование своей личной программы действий. Какое-то продолжительное время держится интрига, что там за ядро, какие еще есть возможности, пока не увидите достаточно, чтобы сказать, все мне теперь ясно, это было прикольно, но пора уже завязывать. При этом послевкусие отличное, никакой отрыжки от перенасыщения. Мало кто мучает игру больше сотни часов подряд, в среднем хватает несколько десятков, а больше в этой игре за 550 рублей ждать не стоит, и так отрабатывает по полной. Системные требования к компьютеру, я бы сказал, ниже среднего, должны быть отчасти, поэтому такое большое количество людей уже познакомилось с игрой. Вон в одном стиме более 70 тысяч отзывов, среди которых 91% крайне положительных. Русский язык есть, в общем полный набор, присмотритесь, таймкиллер, на мой взгляд, великолепнейший. Пишите, играли вы в Астронир и согласны со мной, или у вас есть другое мнение, интересно было бы узнать. На этом все, надеюсь видео было полезным. Steam Fun на связи, канал Z85TV, желаю вам больше хороших игр и отличного настроения. А еще отдельное спасибо дядькам из EF Online, Квандру, с которым я играл, и который подарил мне эту игру в Steam, и Мину, он тоже с нами всякое добывал, а также сильно помогал с советами, объяснениями, один раз даже вызволял меня с планеты, где застрял. Респект вам, товарищ! Субтитры создавал DimaTorzok